ВИЧ-инфицированных людей в России Только зарегистрированных ВИЧ-инфицированных людей в России уже около миллиона. И лишь за эту неделю в Татарстане зафиксировано 32 случая заражения ВИЧ. Но почему люди с ВИЧ-положительным результатом в обществе зачастую воспринимаются в штыки? Но не только эти вопросы нас беспокоят, а также такие, например, кто в группе риска и как каждый из нас может помочь зараженным ВИЧ-инфекцией. В эфире программа «Твердый знак» и мы ее ведущий Роман Полицков и я, Виктория Новикова. И я хочу представить нашу первую героиню, руководитель некоммерческого благодарительного фонда охраны здоровья мать и дитя Светланы Изымбаева. Здравствуйте. Светлана Ростиславовна, я знаю, что вы одна из первых ВИЧ-положительных женщин в России, которая открыла свое лицо. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы узнали, что у вас ВИЧ? Я тогда училась в университете на третьем курсе и просто сдала анализы, потому что я всю жизнь, в принципе, занималась спортом и мне важно было просто знать о себе. И я тогда увлеклась здоровьем, что-то в таком плане. Я сдала анализы и параллельно, все анализы, и параллельно сдала на ВИЧ-инфекцию. И на тот момент я даже не задумывалась о том, что у меня будет ВИЧ-инфекция, то есть у меня даже мысли никакой не было. В голове была лишь одна информация про ВИЧ-инфекцию, что это спит, и как в песне Земфира поется, у тебя спит и скоро ты умрешь. И шок, слезы, состояние оглушенности, и настолько было страшно. Мне в первую очередь было страшно, что вот эти врачи сейчас, которые меня консультируют, они сообщат ко мне в деревню, потому что я из маленькой деревни, а знаю, что там все передается через сарафан на радио. И я думала, что если сейчас они позвонят ко мне в деревню и расскажут, как мне жить-то дальше, как моим родителям жить-то дальше. И на самом деле это было очень страшно. Задавалось вопросы, как, что, зачем, почему, и вообще, как мне дальше жить с этим. Но я пошла еще в несколько мест, пересдала анализы. К сожалению, анализ подтверждался. И я стала искать информацию, бродила, смотрела по коридорам больницы спеццентра, искала информацию, что же, что же дальше делать, и как вообще с этим дальше жить. Как отреагировали ваши близкие? Ну, я не сразу рассказала своим близким, а я ходила как в полутьме. Для меня самое важное было, чтобы об этом вообще никто не узнал. Мне хотелось провалиться сквозь землю со стыда. Да, мне было стыдно, даже сейчас говорю, у меня уши прям так краснеют. Стыдно, потому что это, ну, и сейчас, наверное, и на тот момент это было очень стыдно грязное заболевание, которое якобы не могло коснуться девочку, которая никогда не употребляла наркотики, и никогда в жизни не могла бы подумать, что просто от любви к мужчине, которому она доверяла, у нее могла бы быть эта инфекция. И на тот момент это было настолько вот, даже вот сейчас говорю, у меня такая противность, как бы, вот такой приходит, что вот это вот, это не могло случиться со мной. Но это со мной случилось. Когда сказала маме, через какое-то время мама очень сильно плакала, и подругам, близкой подруге сказала, тоже поддерживали, но самую большую мощную поддержку я, наверное, получила от людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, когда первый раз я встретилась в Москве с Игорем Челиным, с Николаем Недельским, с Ниной Скибневской, то есть с теми людьми, которые... Я увидела девушку, которая беременная, и я поняла, что жизнь на этом не заканчивается, что я могу родить здорового ребенка, что вот же беременные рожают, вот же растут, вот развиваются, вот такие молодцы. И я поняла, что я не буду останавливаться на... Ну, то есть, что жизнь продолжается. И я создала тогда первую группу взаимопомощи в Чебоксарах. И в 2004 год это получается. И просто стала, помогая другим, помогать самой себе. Соответственно, с этого потом пошла идея создать уже фонд. Да, потом я открыла лицо на весь мир в 2005 году. Тогда меня встретил, увидел мой на тот момент еще будущий муж, который меня встретил там, увидел. Для него, как он говорит, было удивительно то, что маленькая девочка вышла на сцену и рассказала о том, что у нее ВИЧ-инфекция. И иметь столько силы и возможности говорить об этом. А мне важно было это говорить, потому что, во-первых, я чувствовала поддержку других людей ВИЧ-позитивных, которые меня поддерживали. Во-вторых, я понимала, что нужно об этом говорить. Потому что, если я сегодня об этом буду говорить, моя однокурсница на параллельном курсе может об этом никогда... Это ее может никогда не тронуть. И она сделает все возможное, чтобы у нее ВИЧ-инфекция в жизни не стала. Я поняла, что мы обычные люди, что мы ничем не отличаемся от других. И нужно принять себя такой. Это как определенная стадия принятия своей жизни. Также, я думаю, люди, которые живут с сахарным диабетом, либо с какой-то степенью инвалидности, детский, ну, церебральный паралич, и они же тоже учатся принимать себя с такой болезнью, с определенной как будто бы несовместимостью в обществе. И здесь также ты принимаешь себя и осознаешь, что ты полноценный член общества, ничем не отличаешься и идешь вперед, развиваешься. На сегодняшний день я мама, а я воспитываю четверых детей, у меня замечательный муж, и по образованию я клинический психолог, руководитель фонда. Вокруг меня очень много людей, которые меня поддерживают. Не обязательно это ВИЧ-позитивно, это просто люди, которые ценят, уважают. То есть это вот так. Светлана, а каждому ли стоит открыто заявлять о том, что он ВИЧ-положительный? Каждый ВИЧ-позитивный сможет так? Я считаю, чем больше будет ВИЧ-позитивных людей, которые открыто будут говорить о своей ВИЧ-инфекции, тем будет в мире меньше стигм и дискриминаций. Потому что каждый раз, когда мы... Во-первых, это и для самих ВИЧ-положительных очень важно, потому что для меня это был очень большой скачок в принятии самой диагноза. То есть я... Понимаете, когда приходит тебе в гости, и тебе всё время надо прятать книги о ВИЧ-инфекции или что-то такое, ну как-то несуразно, как будто бы ты живёшь двойной жизнью. А когда ты спокойно об этом говоришь, и люди тебя принимают такой, какая ты есть, и живёшь ты открытой жизнью, ну то есть обычной жизнью, это совсем по-другому. Это, ну, улучшается качество жизни. И поэтому я считаю, что ВИЧ-позитивные люди должны об этом говорить открыто. И общество должно принимать ВИЧ-положительных людей такими, какие они есть. Обычные, ну да, есть у них ВИЧ-инфекции, ну и что в этом такого? Есть же люди с сахарным диабетом, есть люди с эпилепсией, есть разные заболевания, и ничего в этом такого нет. — Ну вот вы сами как думаете, почему большинство людей всё-таки это скрывают? — Потому что очень много-много лет назад, ну то есть, получается, когда всё это началось, считалось, что это стыдно, опасно, заразно. На сегодняшний день могу твёрдо утверждать, ну то есть всего три пути передачи ВИЧ-инфекции. То есть и ВИЧ и СПИД — это не одно и то же. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. И человек живёт с ВИЧ-инфекцией много-много-много-много лет, и через какое-то время, если он принимает препараты, то у него ВИЧ-инфекция не перерастает в стадию СПИДа. Но даже и придёт момент, когда он начнёт принимать препараты. СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции. И на сегодняшний день это можно предотвратить, жить с хроническим заболеванием, как ВИЧ-инфекцией. И кроме этого здоровые дети рождаются, 99,9% рождаются от ВИЧ-инфекции здоровые дети. Об этом нужно говорить. Но, к сожалению, общество, эти стереотипы, их сломать не так быстро. И мы с вами сейчас то, что и делаем, и говорим об этом постоянно. И если люди об этом будут постоянно говорить и выступать, то тогда общество начнёт больше принимать и понимать эту проблему. И всего три пути передачи. Это кровь, это половой путь, незащищённые сексуальные отношения, и от матери к ребёнку. И, в принципе, нужно ещё постараться, чтобы получить ВИЧ-инфекцию. И на самом деле просто должны об этом многие знать и осознавать, и понимать, что ничего в этом страшного нет. Ну, то есть я правильно понял, что сейчас просто вот эти стереотипы, они мешают всем людям с этой инфекцией, нормально жить, как, допустим, вы. То есть они как считают, что вы, наверное, как единичный случай, вот она решила заявить... Я не единичный случай, у нас очень много открытых людей, ведь позитивных. Ну, вот, допустим, локацию одну возьмём, Татарстану, допустим, нашёлся один, который это смог сказать, но, может, у него не так, это сильно развито, а другие думают, что сильно. Слухи-то они же быстро расходятся. Я не считаю, что нужно узко смотреть в этом направлении. Если ВИЧ-инфекция есть в Татарстане, то она есть во всём мире и везде, и её распространение очень... Ну, то есть на сегодняшний день в Российской Федерации практически каждый день инфицируется 300 человек, и об этом нужно понимать и помнить. Если вы едете в автобусе, то точно в этом автобусе один или два человека ездят, люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Просто, понимаете, это как стадия принятия своего диагноза, да? Вот представьте, вот вы жили, 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 и вдруг, ну, что-то в жизни произошло, там, не знаю, авария какая-то или ещё что-то, и вдруг у вас там, вы ослепли, или у вас не стало ног, к примеру, там, не могут ноги ходить, вам приходится ездить в инвалидной коляске. Это тоже момент, когда надо научиться вновь жить по-другому. И это реально сложно, реально тяжело, это процесс жизни. А если у тебя ещё общество, а, смотри, какой ты грязный, а, ты смотри, какой ты там коля... Ну, к примеру, да, здесь в связи с ВИЧ-инфицированными людьми очень много стигм и мифов, стереотипов о том, что если ВИЧ-инфекция, то ты, значит, либо ты употреблял наркотики, либо ты имел много сексуальных отношений, либо такие какие-то вещи. А никто не задумывается, что у нас ещё 7 тысяч детей ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации живут. Ну, то есть, вообще ВИЧ-инфекция не выбирает. На сегодняшний день 80% передачи это половой путь, это отношения между мужчинами и женщинами. И нужно это понимать и людям рассказывать. И вот у нас как в России? Зуб заболеет, я побегу к врачу, да? А на самом деле профилактика, ну, то есть, лучше же зубы полностью до того, как они заболели, смотреть. И здесь то же самое. Важно, чтобы тесты проходили на ВИЧ-инфекцию, чтобы об этом больше люди понимали, осознавали, знали эту проблему. Значимость этой проблемы, что это всё-таки можно... Что это не где-то в Африке, как я когда-то думала, тоже когда я инфицировалась, я думала, ну, где-то это в Африке, как это вообще меня коснулось. Что это не где-то в Африке, это между нами, это среди нас. И мы должны просто уважительно относиться к людям. И самое главное, здесь, наверное, невежество людей в отношении, ну, вообще, это не только к этой проблеме. Самое главное здесь проработать, дать максимально достоверную информацию людям. И это надо делать постоянно. В школах, в институтах, в вузах должны постоянно проходить уроки. И в детских садах родительские собрания для родителей, потому что наши ВИЧ-позитивные дети ходят в обычные детские сады, и они не должны сталкиваться с дискриминациями. То же самое в медицинских учреждениях важно и врачам, потому что врач или учитель, он же тоже человек, и у него тоже достаточно мифов и стереотипов, и поэтому нужно доносить информацию. Светлана, вы сказали, что действительно очень большое количество сейчас именно инфицированных детей, и ваш фонд непосредственно занимается и работает с ними. Что в первую очередь нужно детям? ВИЧ-инфицированным. ВИЧ-инфицированным? Тоже, как и любому ребенку. Уважение, понимание, и они хотят быть значимыми в обществе, они хотят... Это как обычно. Они ничем не отличаются от обычных детей. Наши дети все в основном танцующие или поющие, у них свои таланты, просто у них есть ВИЧ-инфекции. И, кстати, они намного спокойнее принимают свой вирус, нежели это взрослый, потому что они уже с детства на бессознательном уровне понимают, что с ними что-то не то. Но почему-то я же пью эти лекарства каждый день, и почему-то я каждые три месяца хожу же в это место, где написано слово «спит». Как-то недавно мне привели ребенка 12 лет, мама считала, что ребенок ничего не знает. Когда ее привели ко мне, она просто разрыдалась. Я говорю, ты что же плачешь? Что случилось? Почему ты плачешь? Она мне просто говорит, ну, тетя Свет, я же скоро умру, я говорю, ты почему так решила? Я говорю, она говорит, но я же туда хожу, там же «спит» написано, если я туда хожу, значит, у меня же «спит». Ну, понятно, что мама боялась об этом заговорить, но здесь нужно понимать вот эти основы, что чем раньше, и психологами доказано, чем раньше мы с детьми начинаем разговаривать о той проблеме, почему он пьет таблетки, почему ему надо, необходимо сдавать анализы, тем быстрее у них происходит принятие, нежели они живут тоже со своими мифами и стереотипами. И эти дети ходят в обычные школы, в обычные детские сады, и не нужно переживать, и, ну, это так же вот обычные, просто они не хотят, чтобы их жалели. И самое главное, и мы не хотим, чтобы вот ВИЧ-инфицированные люди не хотели бы испытывать жалость, стигму по отношению к самим себе. Мы потому что обычные, да, мы пьем таблетки, в этом, но ничего страшного нет. А сейчас я бы хотел обратиться к нашему второму герою, это Ильнуру Мухаммедханов. Добрый день. Насколько я знаю, вы живете с ВИЧ уже более 13 лет, если не ошибаюсь. Да? Так. Не считал. Ну, возможно, раз вы почитали уже. Ну, вот расскажите, пожалуйста, вот вообще свою историю. Так. Да как вы вообще об этом узнали? Проходил обследование всего организма. В течение полугода я болел УРЗ. И в конце концов один из врачей мне посоветовал пройти полное обследование всего организма, но уже не в государственное, а в платное. Анонимно там, да. Я спросил, почему? Ну, потому что там, во-первых, анонимно, во-вторых, более достоверно, и, в-третьих, более обширно и быстрее. Я прошел обследование, мне порекомендовали сдать анализы на все инфекции и поехать. Тогда, в тот момент, я жил в городе Москва продолжительный период времени, поехать по своему месту жительства изначальному, ну, где родился и где основная прописка. И там сдать анализы. Ну, я приехал, сдал, потом сдал второй раз, мне посоветовали, потом третий раз, потом мне порекомендовали уже пойти в спеццентр к эпидемиологу, психологу, в общем-то, рассказали о том, что вот у тебя ВИЧ-инфекция. Ну, в отличие от Светланы, тогда у меня на слуху больше был гепатит, потому что в средствах массовой информации очень-очень так бурно, там, да, гепатит, там, смерть, все там, да. Вот. И, ну, я когда узнал, так сказал, слава богу, что не гепатит, да. А когда узнал, что такое ВИЧ-инфекция, действительно, и СПИД, тогда уже призадумался. Ну, вот, действительно, какое-то шоковое состояние я где-то испытал через полгода только после того, как накопил нужное количество информации по поводу, что такое есть ВИЧ, что есть СПИД, что необходимо постоянно принимать терапию всю оставшуюся жизнь и следовать рекомендации врачей, постоянно приходить в спеццентр. Ну, в общем, все минусы узнал. А больше, потому что в спеццентрах и в интернете ну, как таковых плюсов-то и не описывается, там, все в минусах. И где-то у меня года полтора-два, наверное, вот это шоковое состояние, оно продолжалось, ну, как снижалось все меньше и меньше, и в конце концов, вот, я тогда продолжал жить в Москве, я пришел на награждение Мисс Позитив 2005, где Светлана вот награждали, и она выступала перед всеми средствами массовой информации, там были почти все известные международные средства массовой информации, разные агентства информационные, ну, много, там, порядка 30 каналов было, там, да, и маленькое-маленькое такое помещение, в котором одни камеры и одно средство массовой информации, там, да, вот, я тогда был удивлен настолько, что вот, когда узнал, что Светлана, вот, родом из деревни, да, что и она набралась столько сил, там, да, взяла, чтобы вот рассказать всем, да, и, ну, для меня она была, вот, тогда, ну, даже не, неким таким идеалом, да, не в контексте ВИЧ-инфекции, а вообще просто, что вот человек такой, вот, такого небольшого роста, там, да, и стойкой энергии, и причем все журналисты, от кого, с кем она общалась, да, они вот в кулуарах высказывали, что вот столько энергии, говорит, там, в такой девочке, и вот. То есть они были поражены. Да, 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 и вот она мне вот зацепила вот так в последние два года, с тех пор, как я вот знал от своей ВИЧ-инфекции, я не видел ни одного человека, вот, столь энергичного, столько вот выдающегося, я бы даже сказал. И впоследствии мы с Светланой виделись два раза на группе взаимопомощи, и второй раз, когда мы с ней увиделись в Москве, я вот ей предложил пообщаться в кафе. Вот. Можете продолжить историю с Светланой? Я думаю, что нет. Ну, у нас уже двое своих детей и двое еще подопечных, это мои братья родные, которых мы взяли себе в семью, и поэтому уже можно, мы живем, получается, 10 лет вместе, и вот, 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 вот с этого все начиналось. Вы сейчас нормально, счастливы, вместе, все. Да, глаза у них горят, ну, не знаю. Не, просто я как сейчас Эльнур вот это все рассказывал, и Светлана так уже засмущалась, то, что слишком много. Ну, что ж, продолжаем, я сейчас хочу обратиться к психологу отделения психологической помощи студентам доверия, это Юлия Георгиевна Новикой, добрый день, и скажите, пожалуйста, обращаются ли к вам за помощью вообще ВИЧ-инфицированной? Вы знаете, у нас, меня слышно? У нас больше работа направлена именно на профилактику, вот, то есть, специфика работы, именно профилактические занятия. Было пара случаев, я отправила их к специалистам, кто этим конкретно занимается, то есть, в этой области. Считаем, конечно, очень важно это профилактические мероприятия, и вот как раз хотелось бы Светлане вопрос, задать, вот, на ваш взгляд, какие наиболее эффективные методы профилактики среди, наверное, молодежи, все-таки, группа риска, да? Если это учитывать группа риска, если ребята, которые могут, да, из сложных семей, то здесь очень важно, у меня был очень хороший опыт, работая в детских подростковых колониях, очень важно их развивать как тренеров, чтобы они сами рассказывали своим, таким же ребятам, как и они сами, то есть, как равные равному, доносили этот опыт, во-первых, они сами уже доказаны, да, психологами, что сам, когда делаешь лекцию, готовишься к этому, урок определен, но лучше не лекционный формат, а тренинговый формат, интерактив, работа, какие-то упражнения на немного, там, допустим, информации, и там, на эту же информацию определенно есть упражнения, есть очень хорошие программы, все, что тебя касается, есть методики, мы можем поделиться с ними с удовольствием, есть программы Dance for Life, это программы, этот, Фокус Медиа и голландские, голландская такая организация, которая танцует ради жизни, Dance for Life, они обучают все, то есть они готовят профилактику через танец, и таким образом те девочки, которые танцующие, которые любят танцевать, в принципе, постоянно, здесь в течение 40 минут ребята, во-первых, знают этот танец, обучаются, во-вторых, они знают очень много информации, не только о ВИЧ-инфекции, но сначала начинается вообще урок с ВИЧ-инфекцией, а потом можно там перевести и курение, алкоголь, и наркотики, здорового образа жизни, и в конце всегда есть возможность потом поучаствовать в мае с флешмобом, ну то есть выйти, так как они знают этот весь танец, это очень уникальный проект, он работает не только в России, во многих городах, и они всегда используют видео с открытыми лицами, у них есть послы доброй воли, один из них Владимир Познер, то есть вот Вера Брежнева тоже также сейчас является, то есть и используют и знаменитых людей, и к тем, кто очень активен, интересен в этом, они делают такие объединяющие раз в два года площадки, где активных людей можно отправить там в Москву, они все вместе встретятся, расскажут, как у них такие мероприятия, и тогда они зажигаются этим активизмом, волонтерством, и это очень хорошо работает. Ну вот сейчас мы говорили о том, что вот на, можно сказать, добровольных началах это идет, то есть вы сами обучаете тех ребят, чтобы они были как тренеры, вот вы сказали, но я сейчас хочу обратиться к специалисту отдела межведомства взаимодействия в сфере профилактики наркомании Марине Зиминой Фирсовой. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как часто проводятся работы с молодежью на тему ВИЧ и наркомании? Ну, во-первых, я являюсь сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, основной задачей которой является противодействие незаконному обороту наркотиков. ВИЧ как-то не совсем наша тема. А вот что касается мероприятий для молодежи профилактического характера, то здесь, конечно, за год мы идем по учебному году, допустим, за учебный год проходит, ну, их немало по республике, мы можем начать с того, что в каждом учебном заведении проходит интернет-урок «Имею право знать», особенно по школам, повсеместно, когда ребята получают полную информацию о том, что такое наркомания, какую помощь, если что-то случилось, они могут получить. Вся эта информация выставлена на сайте Федеральной службы наркоконтроля, и информация поделена для ребят, для родителей, отдельно родители, там что-то методическое, могут посмотреть, как действовать в той или иной ситуации. Кроме этого, у нас в республике есть такое молодежное движение, называется «Самостоятельные дети». Слышали, наверное, смс «Дети»? Оно у нас с восьмого года идет и получает такую популярность. Ребята все больше и больше в него вовлекаются. Могу сказать, кстати, что перед тем, как сюда я приехала, получила по ватсапу сообщение наш антинаркотический антинаркотический отряд «Барсы», получил, если точно помню, второе место в России. Круто. Круто, да. Диплом. Они прислали нам картинку. Смотрите, мы там, вот мы, наш отряд. Это первый был отряд у нас с антинаркотической такой тематикой. Вот, то есть результаты уже какие-то есть. И ребята проводят, ведь не только флешмобы 26 июня, когда они танцуют, вся республика у нас танцует там или что-то. Ребята проводят лекции как раз вот из разряда равный обучает равному. Ребята проводят беседы, там встречаются с родителями. Они помогают нашей службе, когда, если вы видели, на заборах одно время были телефоны всякие, где можно там приобрести. Да. Ребята все это находили, все это замазывали. И, в общем-то, очень здорово помогали нам в этом и продолжают помогать. Такого плана работа ведется. Кроме этого, творческие конкурсы проводятся. У нас проводится Олимпиада научных и студенческих работ. Кстати говоря, студенты, поучаствуйте, есть шанс получить приз. Никогда еще работы из Татарстана не оставались без первого или второго места в России. То есть, вот, ну, это вот буквально навскид. А вот вообще по Татарстану наркомания, это сейчас одна из лидирующих проблем? Ну, назвать ее лидирующей, конечно. Среди молодежи то же самое. Вы знаете, основной контингент все-таки больных наркомании около 70%, 77%, если быть точным, вот недавно цифры буквально посмотрела, статистику, возраст 20-39 лет. 77%. Вот. С чем это связано? С чем это связано? Наверное, с тем, что ребята чувствуют, закончив школу, некоторую свободу и решают, что они все могут. Вообще короли, родителей рядом нет, и они могут вести себя, как хотят. И пускаются во все тяжкие. И на эксперименты в том числе, когда в школе им говорили, нельзя, не берите в рот всякую дрянь, сказки читали, читали, не пей козленочком будешь, говорила Аленушка, да, братцы Иванушки? Вот. А тут они решают, что, ну, если очень хочется, от одного раза ничего не будет. Вот об этом Миха. А, простите, вот спайсы, это не кажется вам, что слишком сильно раздуто сейчас? Это не раздуто на самом деле. Я бы еще больше об этом говорила, наверное, потому что, если бы вы видели тела умерших от спайсов, вы бы, наверное, сказали бы, наверное, об этом надо говорить на каждом углу. Просто часто сейчас среди молодежи есть такое, как выражение, легкие наркотики. На личном примере было такое, в какой-то компании, думаешь, нормальные ребята, и вдруг они предлагают что-то такое под видом легких наркотиков. Во-первых, вообще, не бывает, ну, расскажите вообще, что такое легкие наркотики? Вообще термин легкие наркотики, я не знаю, кто его придумал, понимаете, это все равно, это все равно, ребят, это из разряда того, что вы предпочтете, повешение через веревку, или там цианистый калий, или еще что-нибудь, понимаете, ну, веревка вроде как полегче, да, а результат один. Вот, это примерно то же самое, нет легких наркотиков. Наркотики – это наркотики, и они приводят к зависимости. Весь вопрос только, ну, может быть, в сроках. Что касается спайсов, дурак сразу. Понимаете, вот, это синтетика, это химия, это настолько сильные препараты, что одна покурка может привести совершенно к непредсказуемым последствиям, на мозг. Помните, в прошлом году волна прокатилась смертельных отравлений, Татарстан она не задела, но по стране было, да? Там больше Омска область. Ну, там вот было такое. И как раз к нам приезжали коллеги, и один из них говорил, что он видел тело вот, скрыто. Там мозга не было, ребята, там вместо мозга черная жижа была. Потому что человек, покуривший спайс, особенно если там, не дай бог, перебор с... Там же на глазок все это прикидывают, понимаете? Там дозировки, как в аптеке, нет? Вот. И человек начинает себя чувствовать плохо, он теряет координацию, потом он теряет сознание, и... спасли хорошо, не спасли... Спасли и то, там уже последствия непредсказуемые, а не спасли, вот такой результат. практически растворяется мозг. Вот нам сказали, черная жижа вместо мозга, представляете? Вот я так думаю, ну да. Теперь понятно, почему они, потеряв сознание, практически два-три часа, и все, и человека нет. А как вам кажется, кто на этом очень много зарабатывает, кому это нужно? Вы знаете, говорить, кому это нужно, всегда находятся люди, которые на чужой беде делают деньги. Говорить о каких-то моральных критериях я сейчас не буду, это понятно каждому, а то, что наркотики приносят барыши какие-то, это да. Хочу представить как раз еще одного. Вот как раз сейчас. Гостя, да, Альберт Зарипов, программный директор по профилактике ВИЧ и СПИДа, общественной организации родственников наркозависимых Вера. Да, добрый день. Как мне кажется, мы вообще ушли в сторону, да, куда-то. Мы начали разговаривать и смешивать два, так скажем, заболевания, ВИЧ-инфекцию и наркоманию. Вообще-то, то есть, ну, одно другом, безусловно, связано, связано только с тем, что это все в человеке. Это все от человека идет. Вот. Поэтому, что такое наркомания, что такое наркотики? Да, это вещества, изменяющие сознание. Если говорить уже, то есть, ну, про эти, то есть, ну, аспекты, о веществах, изменяющих сознание, то я, например, как отец, как психолог, могу вам сказать, что вообще о наркотиках говорить не нужно. То есть, ну, говоря много о наркотиках, мы сами, на самом-то деле, рекламируем и говорим о том, что, а вот есть вещества, которые изменяют сознание. Да нет, конечно, не нужно об этом вообще говорить. И очень много было построено на том, что вот детям нужно рассказывать, там, о вреде наркотиков. Этим самым, этим самым, у детей, в том числе, вызывается интерес. Соответственно, все, что запретное, все взрослые, незрелое желание стать взрослым, очень и очень много вещей. Поэтому с детьми нужно говорить о нормальных вещах, о любви, заниматься вместе с ними спортом. Необходимо там какие-то творческие в них навыки развивать. И говорить очень много, то есть о том, что вот есть вещества и они убивают, они убивают. Я очень часто и вижу этих людей, этих ребят, которые могут сказать, я пробовал сто раз и я не умер, и мозг там у меня не стал черным, еще что-то. Поэтому я предлагаю, то есть, ну, все-таки вернуться к вопросам ВИЧ-инфекции. Да, то есть, ну, и говорить все-таки больше про заболевание ВИЧ-инфекцию, нежели, то есть, ну, там, уходить сейчас и все это вместе, то есть, ну, в одну кашу превращать. ВИЧ-инфекция, наркомания. Это все-таки раздельное заболевание. Все равно мы немножко это все равно обсудим. То есть, лучше, если узнает об этом подросток в какой-то нехорошей компании и, возможно, этот вопрос вообще не поднимется в семье. Вы знаете, то есть, ну, моя задача, например, как отца, чтобы у меня были дружеские отношения с моим ребенком. И вот если, то есть, ну, у ребенка есть какие-то проблемы, если у него появляется желание изменить свое сознание, то есть, не находиться в реальности здесь и сейчас, да, чтобы он пришел ко мне и ко мне обратился и сказал, пап, у меня там проблемы в школе, у меня там проблемы с оценками, у меня еще какие-то проблемы во дворе в школе. И я, чтобы как друг ему помог их решать. В первую очередь, просто человек хранит разными друзьями. А не оставляя его один на один с какими-то там сложностями, трудностями, не пытаясь там разговаривать. Вот он сейчас растет, 12 лет ему, какое-то там половое созревание начинается его там. Стараются девушки. Об этом тоже мне важно с ним говорить. Не нужно мне там бояться или там таким, как я там, отцам, то есть, и говорить, ну ладно, это потом взрослый, будешь, поймешь. Ну, конечно, он полезет в интернет и найдет там кучу всего. Неплохого и хорошего. Ну, да. Да, очень важно доверительный разговор между родителями. Это один из основных компонентов, что необходимо уже готовить, потому что, к сожалению, у нас родители как? Они, ну, оставили в детском саду, а вечером там мама, мама, мама или папа, папа, а в итоге получается, что разговор ни о чем. Отойди от отца. Совершенно верно, ребят. У меня вот такой, все равно есть вопрос. Вот если все-таки в компании предлагают, какие бы они ни были, наркотики, есть такие, которые боятся вот быть белой вороной, потому что ты что, не такой, как все, ты что боишься? Вот какой совет вы можете дать тем людям, которые попадают в такие компании и как их можно оградить того, чтобы не попробовать? Когда попадают в такие компании, ну, я вообще, то есть, не рекомендую, конечно, уходить из этой компании, что людей, то есть, ну, кроме вещества, больше ничего не связывает. Раз говорится о веществе, раз употребляется какое-то вещество, это на самом деле может быть не легкий наркотик, это может быть алкоголь. Потому что алкоголь тоже изменяет сознание, все мы это прекрасно знаем. Вот. И когда говорится о наркотиках, почему-то про алкоголь, то есть, ну, мало говорится. А от алкоголя это еще больше бед. И в вопросах, в том числе, заражения ВИЧ-инфекцией, то есть, ну, алкогольного опьянения тоже очень много, то есть, ну, таких случаев. Это то, об этом нужно говорить. Вот. И, соответственно, нужно избегать этих компаний, нужно искать другие компании. На сегодняшний день так или иначе доступны различные спортивные объекты, различные, там, секции, там, не знаю, там, различные студии творческие. Это очень хорошо, что правительство об этом думает, в принципе, то есть, ну, есть куда податься, есть куда пойти. Вот. Все-таки, ну, я еще раз говорю, от родителей очень много зависит, там, да, чтобы они помогли и направили. Они, образно говоря, не оставили его на улице и решать там свои проблемы сам. Мы там зарабатываем деньги, тебя кормим, одеваем, что тебе еще, то есть, ну, нужно, образно говоря. Очень важно к ребенку относиться как к личности уже с трех лет начиная и видеть его уже, смотреть на него и понимать и осознавать, вот он, мое чадо и готовиться к ним. Танцующий, пожалуйста, давай вместе танцевать и вместе с ребенком танцевать, это больше. Он хочет петь, вместе ходить, петь, то есть, это настолько сближает, вместе творить руками. Мы вот у нас в фонде делаем вот все эти возможности, потому что наши ВИЧ-позитивные дети в основном воспитываются бабушками и, к сожалению, то есть, не каждая бабушка, да, с ребенком, и они приводят, и они у нас вместе начинают делать эти куклы носочные, войлоком что-то, и это настолько сближает и бабушку, и ребенка, это очень здорово. Это идеальный родитель, да, который вот и проверит, и все, и поговорит. Большая часть родителей приходит, что-то там приготовили, папа к телевизору на диван, мама на кухне, там по хозяйству, ребенок сам по себе. С уроками подходит к маме, на кухне помогли. 25 ноября. Далеко не будем ходить. 25 ноября, набережная Челны. Двое школьников попадают в реанимацию. Отравление острое, токсическое, неизвестным веществом. Когда их откачали, естественно, а школьники 12-13 лет. Стали спрашивать, что, откуда, как. Девочка знакомая дала что-то покурить. Вот вам, пожалуйста. Ну вот опять мы возвращаемся к тому, что на самом-то деле вот эта вся проблема, она была и там, 15 лет назад. Это не сегодня образовалось. Вот. Мы, у нас были ряд проектов, когда мы ходили по школам и разговаривали с родителями. Не с детьми, а с родителями. Так вот, родители как раз таки вот так себя и вели, что нам это не интересно, мы вот, у нас все хорошо, все замечательно, нас это там не коснется. Мы разговаривали о профилактике ВИЧ-инфекции, безусловно. Мы разговаривали о профилактике правонарушений, мы разговаривали о профилактике наркомании с родителями, не с детьми, с родителями. Самое главное, чтобы родители это понимали, осознавали. И вот то, что там не на диване он сидел, телевизор смотрел, да, конечно, это проще и легче. Или когда там ребенок, там подросток, там пойдем поиграем, выйдем на улицу, там со мной там соберем какой-то самолетик, там не знаю, там все что угодно. Конечно, ну особо-то не охота. Устал там, ну что можно говорить. Но тем не менее, я еще раз говорю о том, что давайте не будем мешать два вот этих заболевания. Мы же не мешаем, в принципе, мы их разграничиваем. Просто на самом деле, то есть, ну это всегда мешается. То есть, ну и вот о чем говорил Светлана, и это всегда, то есть, ну почему это дискриминируется, почему люди, там живучий свитч, там то, что вы говорили, почему они открыто там не заявляют о своем статусе. Так вот поэтому ты не заявляешь, что это все смешивается. Если девушка, девушка начнет говорить, все будут думать, либо она, извините, проститутка, либо она наркоманка. Это, это, давно уже все идет, 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 эмуссируется. И мы тому подтверждение. Ну наша программа выноцелена. Я когда сюда пришла, на эту передачу, первый вопрос, что я задала, почему ВИЧ и наркомания в одном? Я не понимаю. Потому что это как раз стереотип, понимаете, поэтому мы тоже сделаем хорошее дело, если мы свои, то же самое, с темой понимаем и разграничим эти темы. Вот если бы мы их сразу разграничили, никто бы не понял, почему. Вот правильно? Все правильно. Это стереотип, не только нас, а мы молодежи. Таков, как говорится, мы говорим и эти темы как-то вместе присутствуют. Единственное, что хотелось бы сказать, все-таки нас будут смотреть студенты, будущие родители, все-таки ребята, надо обращать внимание потом на своих детей. Начать надо с себя, безусловно. Начинать надо с себя и потом обращать внимание обязательно на своих детей. Сейчас это запомните, когда станете родителями, обязательно это вспомните и не будьте такими диванными родителями. Вот смотрите, вот такая ситуация, то, что сейчас я скажу, вот то, что вся вот эта проблема, она решается только на волонтерстве. Вот правительственная, то, что вот эта программа, вот я полностью с вами согласен, то, что не надо детям это забивать, но почему-то наше любимое министерство образования всегда вставляет тут проблема наркотиков, проблема ВИЧ, что надо сделать, вот как донести до самого министерства образования или до каких-нибудь таких людей, чтобы они решили этот вопрос, чтобы они разговаривали не с детьми, которые просто от школы не отбиты, зная вот как сейчас молодежь себя ведет и прочее. Как донести это лучше для родителей, а не для детей? Потому что в основном, по-моему, воспитание ребенка зависит от того, как воспитали их родителей, а не как школа. школа только добивает его уже, доделывает, выражусь по-другому, его воспитание. Что делать в данном случае? Вы знаете, образование – это такая штука, очень и очень сложная, и я вообще считаю, что мне туда вообще лезть не нужно, и вообще никому посторонним туда лезть не нужно. Почему? Потому что очень много было примеров, когда приходили разные организации с разным толком, с разными намерениями и различную информацию внесли тем самым подросткам, пытались, продавливали какие-то вопросы, в том числе и с коррупционными какими-то вопросами, скандалами. Поэтому в образование нужно лезть, нужно оставить в покое образование, образование пускай действительно образовывает детей, все. И то, что касается родителей, начнем с того, что необходимо все-таки больше акцент делать на трудовые коллективы. Там кроме как людей заставлять или принуждать, или призывать зарабатывать деньги, либо работать, еще чтобы там, то есть какие-то, вот раньше в Советском Союзе Марина Зелина стала врать, проходили какие-то, все равно так называемые мероприятия, где проводились какие-то лекции, читались, то есть ушли, образовательные мероприятия были именно не только у трудовых коллективов. Но они больше были настроены на взрослую аудиторию. Безусловно. Так и мы говорим, что необходимо работать со взрослой аудиторией, что если, то есть, образно говоря, час, например, какой-то лекции, то есть будет, и человек не будет работать, я думаю, он больше, то есть, ну, послушает, нежели он приходит там в 6 часов вечера в 7 на родительское собрание, уставший, да, с там, с заботами, как Марина Зелина сказала, покушать, сварить, там, еще что-то, еще что-то, конечно, то есть, ну, не очень хочется слушать. Поэтому Министерство образования нужно оставить в покое, им есть чем заниматься, вот, там очень много сложностей и проблем, это тоже, конечно, безусловно, отдельная тема, да, но тем не менее, то есть, ну, я считаю, что туда вообще не нужно лезть. Я бы хотела добавить по поводу как раз работы вузов с молодежью, вот прозвучала ситуация, что вот молодому человеку, допустим, студенту, предлагают попробовать наркотик. Вот здесь сразу приходит, вот мне первое, это программа, которую уже не первый год реализовывает, моя организация по вузам, она пробирована в 20 странах и приносит, показывает хорошие результаты. Это программа, которая направлена на формирование жизненных навыков и на здоровый образ жизни. То есть, не навязчиво в виде тренингов, в виде занятий, молодые люди учатся отстаивать свою позицию, учатся говорить, нет, они нацелены на развитие, то есть, ставится цель. То есть, ну, я не буду вдаваться в такие моменты, я скажу, что эта диалогия очень проста, просто вот займите молодежь дел. Когда он реализовывается в хобби, когда он реализовывается в работе, когда его поддерживают и ему научили, как правильно строить семью, потому что с этим у нас, к сожалению, проблема. Когда он в этом реализовывается, он наполнен, он гармоничен, но у него не будет просто потребности это попробовать, и он умеет сказать нет. Я хочу давать, и его слушают, и разговаривают с ним. Это очень важно. И уважают как личность. И уважают как личность. То есть, получается, нужно создавать разрушенный, фактически, институт семьи. Да. Немножечко хотела просто добавить по поводу министерств, вообще органов образования. Вы знаете, на мой взгляд, все-таки, когда объявили, что учреждения образования должны только образовывать и не должны воспитывать, это было очень большое упущение. Очень большое упущение. В итоге у нас выходили из стен школы очень грамотные, скажем, детки, но они были никакие как люди. Потому что человечность воспитывается в школе. Литература. Образцы литературы. Какие-то мероприятия воспитательного характера. Родители, что они будут книги с детьми, изучать образцы великой литературы, классики и прочее. Нет, родители этого не будут. Это делает школа. Школа проводит воспитательные мероприятия, понимаете, и воздействует на их человеческие качества в первую очередь. И когда они говорят именно о человеческих качествах, они как раз и говорят, ребята, всякие нехорошие привычки, они вот совершенно не нужны таким хорошим людям, как вы. Поэтому вот эти упущения в работе учреждения образования, потом они сразу становятся видны, когда человек выходит за пределы учебного заведения. Понимаете? Это я могу сказать уже как человек с немалым опытом работы. Ну вот я сейчас хочу обратиться к тем людям, которые, можно сказать, недавно только вышли из школьной скаме, это наши гости, которые сидят в нас в зале, ребята-первокурсники. У вас есть какие-нибудь вопросы к нашим гостям или что-нибудь рассказать? Не берите микрофон, не стесняйтесь. Было у вас там в школе вот такое, или, может, они все-таки делали по-правильному? Предлагали вам опять-таки что-то? У меня, во-первых, вопрос, почему-то все у нас связывается с семьей, то, что вот семья должна заниматься этим воспитанием. Вот я, допустим, я уехала из семьи, получается, я вижу со своими родителями очень редко. Ну, вот лично я бы не затронула такие вот проблемы по телефону, то есть мне все равно нужно увидеть, мама, мне с ней надо поговорить. Что делать в таких ситуациях? На самом деле, то есть, ну, очень, очень, то есть, ну, хорошая, то есть, ну, да, действительно, тема, согласен. А мы говорим уже больше, наверное, все-таки не о том, что сейчас вас, да, то есть студентов воспитывать, вот, все-таки вы уже взрослая личность и можете как-то сами, так скажем, себя контролировать и координировать. Да нет, уже могут, уже личности, уже взрослые, вот. Я к чему? Я к тому, что как раз-таки, вот если говорить про образование, то здесь необходимо дополнительное образование развивать. Понимаете? То есть, ну, вот какие-то кружки, да, то есть, ну, какие-то дополнительные образования, в том числе, в том, внеучебное свободное время, чтобы там на базе были специалисты, психологи, доверенные люди, да, то есть, ну, педагоги, которые своим личным примером, авторитетом, могли бы защитить, показать пример. Вот. Вот это вот, ну, необходимо развивать государство, если говорить про государство, чтобы, то есть, ну, все-таки можно было, вот, ну, доступно, вот такие вот там, там, центры доступного образования, да, то есть, там, для подростков, для молодежи, то есть, ну, как можно было больше таких. И при ВУЗе, там, там, еще, там, не знаю, там, при каких-то школах, техникумах. Знаете, такая работа, она ведется, и ведется уже достаточно много лет по ВУЗам. Вот я скажу на примере своего ВУЗа, вот, КАИ, ну, это и в других ВУЗах тоже практикуются, то есть, очень, я прямо вот восторженно отношусь к работе, управлением внеучебной работы, то есть, по воспитательной. Знаете, просто, когда я пришла, знаете, на них готова была молиться. Они и музыка, и танцы, психологов очень немало, и тренинги, я вижу, как они просто за детей болеют, то есть, вот произошел конфликт, да, ну, какой-то, да, то есть, они просто относятся к своим детям, и очень активные, очень мне нравятся волонтерские отряды, выезжают к инвалидам с концертами, то есть, в КАИ студенческая жизнь, там и кружок, видеооператоры, фотостудии, танцевальные студии, то есть, на самом деле, настолько вот, они заняты, альпинизм, и все это очень вот, активно поддерживается, на мой взгляд, это мощнейшая профилактика, и то есть, туда могут прийти студенты со своей проблемой, и то есть, и просто, вы знаете, вот чего только нет, вот, там все можно практически найти, все, что хочешь, от музыки, вокала до альпинизма, и вот то, о чем я говорила, идеология, просто-просто займите их на самом деле делом. В принципе, в нашем университете, конечно же, точно так же, творческая деятельность, она бурлит, и на собственном примере куча всего, куда может прийти студент. У меня все-таки вопрос к Светлане, как быть детям, получившим, у которых диагноз ВИЧ, как ему жить оставшиеся, там, допустим, ребенку 10 лет, как ему жить, прожить оставшиеся 60, как создать семью и с кем, самое главное. Ты сейчас сказал оставшиеся 60, будто это все, он отвлечен. Ты хотел прожить 61, но нет только 60. Даже если вот мы вас сейчас услышали, ему 10 лет, еще плюс оставшиеся 60, это получается примерно 70 лет, ну, 70 лет, это хороший срок жизни такой, если так вот, по-честному, да? Ну, сейчас это один из самых высоких, по-моему. да, да, да. Ну, то есть, могу сказать одно, что люди с ВИЧ-инфекцией живут долго, счастливо, полноценно, если они вовремя принимают антиретровирусное лечение, то есть это лечение, которое необходимо принимать утром и вечером по показанию врача, вот как назначили. Как им жить? Жить, как обычные люди, как обычные дети, так же заниматься творчеством, о чем мы сейчас говорили, и они, в принципе, так и продолжают. Единственное, что по поводу стигмы и дискриминации, если такое вдруг происходит или произошло там в медицинском учреждении или еще что-то, не бояться говорить об этом, не бояться говорить об этом с этим человеком, с которым это произошло, не бояться говорить, что вы мне задаете некорректный вопрос или просто там общаться и иметь вокруг людей знакомых, друзей, которые тоже поймут или просто ходить в центры к нам там, либо в другие-то кружки. У нас есть дети, допустим, вот на примере даже расскажу. В прошлом году одна девочка, она рассказала своей близкой подружке, это было все так по секретам, все они сели под столом аккуратненько, то есть там как бы поделиться секрет друг другу. Это произошло, она рассказала, но в этот же день подруга рассказала своей маме, и была такая серьезная травма, девочкам сказали, что вы теперь не можете общаться, для них это было такое горе. Через какое-то время мама немножко получила, видимо, информацию, почитала, посмотрела телевидение, еще что-то, она пригласила эту вещь позитивную девочку к себе в гости на день рождения подруги, и это здорово, они вновь начали общаться, поэтому положительные примеры есть. Так же было со мной, когда в моем селе узнав обо мне, сначала какое-то время от меня отзвернулись, через какое-то время они наоборот стали подходить ко мне и задавать вопросы, а расскажи, а как так получилось, что у тебя дети здоровые? У нас есть мальчик, которому сейчас 15, ну как парень, которому сейчас 15 лет, и он рассказал своим друзьям, друзья очень хорошо приняли его, наоборот поддерживают, и хотят делать профилактические занятия в школах, проводить, рассказывать. У нас есть парень, которому 16 лет, у него девочка ВИЧ-отрицательная, он ВИЧ-позитивный, и они целуются, у них новые, отношения такие серьезные, и он говорит, что же делать, как же сделать так, чтобы не инфицировать ее, то есть он ответственно подходит к этому, и он говорит, я хочу сделать все возможное, чтобы не инфицировать свою девочку, и это вот реально просто такие ответы, когда нужно создавать такие условия, чтобы они могли прийти, с родителями, с бабушками, об этом не поговоришь, а нужно прийти, создать такие условия, куда они могут прийти, и где есть возможность поговорить об этом, получить такие условия, и на сегодняшний день в Казани, к счастью, это и есть, куда они могут прийти, у нас в Центр функционирует каждое воскресенье для них специально, потому что они у нас творческие люди, и спорт, и танцы, и всякие студии, и у них единственный выходной это воскресенье, для того, чтобы они занимались, но к сожалению, это только в Казани, и нужно развивать вот это направление по всей России, и это очень важно, и хочу сказать, здесь добавить, про аварийную ситуацию, никогда не забывать об этом, очень много у нас пар, где один партнер ВИЧ позитивный, а второй партнер ВИЧ отрицательный, и очень важно понимать, что если вдруг произошла аварийная ситуация, даже не только в этом случае, а вдруг случайно что-то такое произошло, что укололись там где-то, ну, бывают всякие случаи, там очень минимальный риск, но нужно всегда помнить о том, что если вдруг порвался презерватив, или что-то такое произошло, и вы подозреваете, что ваш партнер ВИЧ позитивный, важно, и я всем об этом говорю, важно просто обратиться в спеццентр в первые 72 часа, и предотвратить риск инфицирования, этим реально пользуются многие врачи, хирурги, или те же самые ВИЧ позитивные мамы, когда ребенок, когда ВИЧ позитивная женщина рожает ребеночка, она получает профилактику и во время беременности, и во время того, когда ребенок, проходя через околоплодные воды, он может закладывать эти воды с примесью крови, для того, чтобы не произошло вот здесь инфицирование, ребенку назначают тоже сироп, этот препарат в виде сиропа, и это происходит первые 72 часа, и нужно пропить лекарства в течение месяца, и реально у меня есть такие примеры, когда дискордантные пары, девушки, обращаются ко мне и назначают лечение, и риск инфицирования, естественно, снижается, просто, к сожалению, об этом очень мало знает людей, об этом нужно, информацию эту нужно распространять. Ребята, еще есть вопросы? Можно, да, вопрос Светлане, я бы хотел вот узнать, когда вы узнали о своей проблеме, наверняка многие вот уходят в затишье, там, ну, у них, да, глубокие расстройства, как вы перебороли свой страх, и как вам, что вам помогло стать более активной, такой вот, ну, как бы, радоваться жизни, получать хорошие, позитивные моменты какие-то? Ну, я считаю, что это качество личности, потому что я в школе была в культмассовом секторе, и я устраивала все мероприятия, плюс спортсменка, дзюдоистка, ну, такая, первые места по легкой атлетике, и мне было это очень важно, потому что дома я не хотела возвращаться домой, потому что дома у меня родители были очень пьющие, то есть алкозависимые, и я видела, допустим, такие ужасные ситуации, как папа бьет маму, и для меня это было ужасно, и мне очень хотелось, чтобы в мире, в семье была гармония, и поэтому я себя находила в школе, и, знаете, я всю жизнь стремилась к тому, чтобы все было замечательно, чтобы мои братья и сестры, их у нас пятеро в семье, я старшая, чтобы они не столкнулись с теми проблемами, мне было их очень жалко, своих братишек, почему же у нас в семье вот так, и, и вы знаете, когда я узнала о ВИЧ-инфекции, я подумала, господи, да столько, сколько же можно, я стремлюсь, стремлюсь, стремлюсь к хорошему, и тут ты тебя еще, бах, вниз, я думаю, что это не просто так, ведь господ не дает испытаний не по силам, он это делает не просто так, видимо, так оно должно быть, ведь я в детстве еще начала писать книгу о том, как вообще выжить в семье алкоголиков, и я выжила, и на самом деле, ведь это очень сложно, и когда узнав о ВИЧ-инфекции, я сначала просто начала уходить, то, что я начала говорить, мама, ну, сколько осталось, столько я проживу, что мне помогло, мне помогли ребята, ВИЧ-позитивные ребята, которые для меня были авторитетными, за которыми я шла, я познакомилась с парнем, который из Перми, который ходит в школы и рассказывает молодым девочкам, что надо пользоваться презервативами, для меня это, как, ты не боишься об этом рассказывать, и для меня это было такое, вот, как это можно, и тебя что, они закидывают яблоками, или помидорами, оказывается нет, и я поняла, что нужно рассказывать молодым девочкам, девушкам будущим, о том, что такое презервативы, и как вообще ими пользоваться, потому что, если бы я на тот момент, возможно, пользовалась, со мной бы не произошло такого случая, и, наверное, вот эти все обстоятельства, жизненные вещи, они помогли мне выстоять, и я, знаете, осознала, что я, ну, я личность, и я должна идти вперед, развиваться, и показывать своим жизненным примером, что вот, жизнь продолжается, нельзя отчаиваться, Господь ведь нас для чего-то привел в этот мир, и мы должны идти вперед, и радовать, радовать друг друга, окружающих, своим улыбаться, и жить просто по жизни, потому что не знаешь, что в жизни ждет, все люди умирают, все люди умирают, и мы не знаем, каждый из нас не знает, когда это произойдет, и когда-то это произойдет, просто нужно понимать, и осознанно к этому относиться, и жить, и сделать все возможное, чтобы оставить, возможно, какой-то след в этом мире. Главное, ценить жизнь, да. Да, есть еще? И не терять, да. Пожалуйста, еще один. Я хочу провести пример из своей жизни, когда я вот в школе училась, ко мне подходит моя заведующая, по воспитательной части, говорит, я хочу поговорить с вашим классом о спиде, но я не знаю, как это сделать. Я была в шоке, но как взрослый человек, она просит у меня объяснить, как можно донести до молодежи вот об этом, но я не понимаю, а как вот все-таки реально нужно же взрослым как-то, наверное, объяснять, все-таки, ну, как бы преподаватель, учитель, он должен, наверное, обладать какой-то информацией, может как-то проводить с ними какие-то беседы, чтобы они не стеснялись разговаривать со школьниками об этом. Как вы думаете? Я совершенно с этим согласна, потому что очень многие родители обращаются ко мне с темой, как поговорить с ребенком вообще об отношениях сексуальных или прочих, ну, то есть как это, вот приходит время, даже вот маленький, откуда берутся дети? Ну, то есть вот уже вопрос. И многие родители, к сожалению, к сожалению, глубочайшим не знают и не умеют разговаривать, либо стыдно, ну, то есть они не знают, как это делать. А с другой стороны, если посмотреть в глубокое прошлое, в России же секса нет, ну, в принципе, ну, то есть вот об этом было запретно разговаривать. Естественно, те родители, которые сейчас, они вот родители, они научились, потому что, ну, этого же нет. Об этом же стыдно разговаривать. Я когда на сегодняшний день молодым ребятам рассказываю, показываю, как пользоваться презервативами, реально, как это вообще пощупать, потрогать, вот реально. И это не стыдно. Это не должно быть стыдно. И об этом должно рассказываться. И это так. Я считаю, что это так. Мы в первую очередь должны говорить о верности и воздержании. И потом, если вдруг отношения происходят, ну, проведу небольшой пример. Просто, к сожалению, так произошло не так давно. ВИЧ-инфицированной маленькой девочкой, 18-17 лет, которая с рождения была ВИЧ-инфицированной, она так получилась, что она инфицировала своего партнера. И такие случаи происходят просто потому, что, ну, молодые люди, они не задумываются, хотя все осознанно, они понимали и осознавали все это. Такие вещи происходят. А как отреагировал этот парень? Он все знал об этом. Он готов был к этому. Это любовь. Еще вот можно вопрос? Здравствуйте, меня зовут Лейла. Суденты находятся, ну, молодежь находится, да, в зоне риска. И с чем сталкиваются ВИЧ-инфицированные, когда они узнают, и при устройстве на работу? Это же тоже вызывает очень много проблем. При устройстве на работу не обязательно рассказывают, что у вас есть ВИЧ-инфекция. В медицинской книжке это не спрашивается. Если это спрашивается, то только в определенных местах. Ну, то есть это не так, это не обязательно и не нужно. И вообще ваше право об этом не говорить. Ну, то есть на устройстве на работу, чтобы у вас не возникло лишних там ситуаций. По-моему, на книжках медицинских, когда зовут, там есть. На ВИЧ, да, на ВИЧ, не обязательно. Это ваше право. Хотите вы или не хотите. Ну, зачем, например, при приеме в государственное учреждение там обязательно все это сделается? Не обязательно. На самом деле, то есть, есть перечень, есть перечень профессий, я еще раз говорю, есть перечень профессий, по которым необходимо по закону сдавать анализы на ВИЧ. Есть перечень. На самом-то деле, то есть, вообще, то есть, нет никаких противопоказаний на сегодняшний день для того, чтобы работать в любой профессии. Ну, нет. Я помню, то есть, ну, когда-то мы в подобных передачах, так скажем, дискутировали, там, с бизнесменами о том, что я сразу уволю, знаю и т.д. И я говорил о том, что, ну, слушайте, в конце концов, люди приходят на работу, работать, а не спать друг дружкой. Вот, поэтому, вообще, то есть, ну, для чего и зачем это все нужно, ну, непонятно. Вернее, то есть, ну, это может быть как-то, то есть, ну, понятно, но фактически это действительно непонятно. И люди, которые устраиваются на госслужбу, на работу, то есть, ну, и заставляют задавать анализы на ВИЧ, ну, это вообще непонятно. На мой взгляд, это полный абсурд. Вообще, то есть, ну, не нужен. То есть, ну, и что, если там, не знаю, у какого-то чиновника высших рангов там будет ВИЧ-инфекция, что такого в этом? Не очень ясно и непонятно, никто на это не сможет ответить. Вот. Поэтому я думаю, что в любом случае, то есть, ну, там, не во всех профессиях необходимо. Профессии, это где? То есть, ну, это повара, да, то есть, это воспитатели детских садиков, медработники. Ну, медработники, да, обязательные. И то у медработников есть тоже, то есть, ну, там, своя, то есть, шкала, то есть, где-то нужно, где-то не нужно. Вот. Поэтому я думаю, что, на самом деле, на сегодняшний день нет проблем таких. И, ну, мало того, нет, ну, нет таких запросов, что людей увольняли и вот именно, то есть, ну, исходя из ВИЧ-инфекции дискриминировали. Ну, вот нет таких. Если бы были такие случаи, мы бы, то есть, ну, как организация, как правозащитники людей, живущих с ВИЧ, мы бы в любом случае, то есть, ну, подняли бы какой-то скандал, то есть, ну, поддержали бы. И эти вопросы мы также подняли бы на обсуждение, в том числе и в СМИ. Нет, людей не дискриминируют, конечно, ни в коем случае, просто, как сказал уже Альберт, определенные профессии, требования к здоровью достаточно высокие. В частности, в правоохранительные органы здоровье должно быть как у космонавта, без всяких, там, каких-то побочных явлений. Мало того, мы точно так же, вот, учащиеся проходят тестирование, да, у нас на наркотике, мы тоже проходим тестирование. Причем мы проходим его в внезапном режиме. Пришли на работу, по радио передали, такие-таки отделы пошли. И идем. Понимаете, потому что понимаем, насколько высок риск. Так и здесь. И сдаем, мы проходим медосмотры периодически, потому что риск очень высок. Вот и все. Можно вам вопрос задать, Светлана? Вот вы, как человек, непосредственно, который связан с этой темой, как вы считаете, какие необходимые меры государство должно предпринять, чтобы снизилось коллектив заразающихся этой болезнью? Во-первых, нужно давать всем ВИЧ-инфицированному лечению. И нужно не просто давать лечение, а готовить людей. То есть люди должны быть готовы, то есть они должны быть привержены к лечению. Понимаете, утром и вечером пить лекарства, это не каждый еще в голове сработает, потому что, если он забывает лекарства, то у него возникает естественная лекарственная устойчивость к этим лекарствам, и нужно принимать, уже начинать другие препараты. Поэтому, прежде чем ему начинать препараты, нужно пить их, нужно его подготовить психологически. Это первое. Во-вторых, всем дискордантным парам тоже назначать лечение. И в-третьих, нужно как можно больше, и даже, наверное, это в первых, как можно больше до людей доносить достоверную, правдивую, правильную информацию и что-то сделать со спид-диссидентами. В России это очень течение огромное, то есть люди, которые считают, что ВИЧ-инфекции нет, они приносят огромный вред обществу, потому что даже вот в Татарстане есть в семье, ну, то есть в этом году несколько женщин беременных просто пришли к нам в спид-центр, написали отказ от лечения, хотя они не употребляют наркотики, ничего. Они просто решили, что спида нет, не буду я ваши таблетки пить. Они так говорят, пишут прям такое заявление. И есть семья, в которой двое ВИЧ-позитивных детей, просто потому, что мама игнорировала прием препаратов. Но, к сожалению, такие ситуации происходят. И это все течение этих спид-диссидентов, ну, то есть влияние спид-диссидентов. Вот эти четыре важных компонента, ну, я думаю, может, Альберт добавит еще дополнительный, но доносить информацию правдивую, достоверную, это очень важно. Так вот, еще один компонент все-таки это тестирование. Люди боятся сдавать тесты на ВИЧ. или боятся, или не хотят. Говорят, ну, вот, как Светлана, где-то в Африке, да, мне не надо. У нас знают реально о своем статусе треть населения России. Вот. И из вот этот миллион, почти миллион человек в ВИЧ-положительных, стоящих на учете, это из трети населения России, которые знают. А две трети не знают. Вот вы протестируете две трети, и там может быть и пять, и десять миллионов. Вот реально. Вот, протестировать одно. Еще очень важно, чтобы каждый мог принимать лекарства. Но чтобы каждый мог принимать лекарства, нужно, чтобы, во-первых, лекарств было достаточно, это первое. И во-вторых, чтобы каждый ВИЧ-позитивный, у него очень много, у общества очень много мифов по поводу этого лечения, что якобы от лечения много побочных эффектов, еще что-то. На самом деле, вот посмотрите, 10 лет принимаю препараты, ну что во мне не так, если вот так, если по-честному. И получается, что люди, к сожалению, очень боятся этого лечения и оттягивают момент и, к сожалению, попадают уже в туберкулезный диспансер, когда уже там очень мало иммунных клеток осталось. Если бы человек начал лечение практически сразу, как ему сказали о том, что ВИЧ-инфекция, он был готов к этому, когда бы таких вещей не происходило. Это первое. И второе, если он начинает сразу лечение, вирусная нагрузка его сразу, то есть доходит до неопределяемого уровня и риск инфицирования других партнеров, ну если у него, допустим, постоянный партнер и там что-то такое произошло, у него снижается до минимального уровня. Ну что ж, Вик, насколько я знаю, у тебя на страничке была интересная информация, ты можешь о ней рассказать? Да, конечно. И не только у меня, у Светланы, на самом деле, ты увидела, была такая акция, обними, поддержи меня, у меня ВИЧ, да, и я хочу, чтобы наша программа закончилась на такой хорошей ноте. Все, кто хочет, давайте подойдем и обнимем наших гостей. Сейчас. Подойдем. Я буду. Так. Ну что ж, друзья, на такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо за внимание, большое спасибо нашим гостям, мы тоже вместе с вами, друзья. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Увидимся. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова